В середине октября 2013 года московские банкоматы перестали принимать купюры достоинством 5000 рублей. Позже выяснилось, это была вынужденная мера и единственно возможный способ остановить вал поддельных банкнот. У банкиров просто не оказалось техники, способной распознать такую подделку. Неужели современные фальшивомонетчики настолько искусны? В управлении по борьбе с экономическими преступлениями признают, преступники зачастую оснащены гораздо лучше, чем банки. Их технические возможности таковы, что фактически они могут сделать любую подделку. Это могут быть и рубли, и доллары, и евро. И неспециалисту отличить их будет невозможно. В случае с пятитысячными купюрами выяснилось, что современная техника не смогла распознать цвет купюры. Подделки были черно-белыми. По оперативной информации, полицейским в тот же день стало известно. Пятитысячные фальшивки штампуют три типографии. Когда сотрудники милиции приехали с обыском на одну из типографий, злой муженьки с балкона выкинули эти 20 миллионов. Сложно собирать. Мы все собрали, естественно, задокументировали. Фальшивки были выполнены очень качественно, утверждают следователи. Удалось даже скопировать защитные элементы. Так как узнать, настоящие ли деньги лежат сейчас в вашем кошельке? И не выдаст ли банкомат поддельную банкноту? Последние три года количество подделок номиналом тысячи рублей убывает, и увеличивается количество подделок номиналом пять тысяч рублей. По всем формальным признакам, водяные знаки, защитная полоса, вес, цвет, размер, подделку высокого качества не распознает ни банкомат, ни рядовой сотрудник банка. Единственное, что на сегодняшний день пока еще не научились делать фальшивомонетчики, это такое качество бумаги, на котором печатают оригинальные деньги. Все остальные степени защиты они воспроизводят хорошо. Сейчас у фальшивомонетчиков нет того, что называлось раньше почерком фальшивомонетчика. Они все одинаковые. Сегодня для подделки денег используют струйные принтеры и разветвленную сеть сбытчиков. А еще 50 лет назад оперативники и специалисты Госзнака знали каждого фальшивого Ленина в лицо. Но и тогда находились чудоумельцы. Жизнь изобретателя-самоучки Виктора Баранова могла сложиться совсем иначе, если бы в Советском Союзе нашлось достойное применение его таланту. Но, увы, современный кулибин превратился в фальшивомонетчика номер один. Вопрос, как его мастерство помогло правоохранительным органам. 1994 год. Москва. Гостиница Останкино. Недавно отбывший срок в колонии Виктор Баранов явно не ждал гостей в своем тесном номере. На пороге стоял следователь по особо важным делам с Петровки, 38. Смиренно потупившись, Баранов последовал за ним в машину. Каково же было удивление бывшего фальшивомонетчика, когда сыщик протянул ему две купюры. Какая вот твоя? Говорит, там и сделано хорошо, и здесь сделано тоже это хорошо. Потом смотрел, смотрел, потом стал что-то нюхать. Потом на язык попробовал, говорит, вот моя. Я говорю, а как ты вот определил? Вот что-то он там вот добавлял, говорит, я знаю, там какой-то есть привкус. Имя Баранова уже много лет гремело по всему бывшему Союзу. Его называли королем четвертаков, поэтом денег. Воспользовавшись случаем, следователь по особо важным делам даже попросил у Баранова автограф. Ты оставил свой автограф на 25-й рублевке, мы потом ее на сонбусе, говорит, да, да, ее, говорит, вот отвезем и скажем, вот, фальшивая Твониночка оставила, значит, нашу вот оперативникам, знак уважения, свою купюру. Вот та самая фальшивая 25-рублевка и дата на ней – 17 июня 1994 года. Сейчас Альфия Алькинская – заместитель директора Центрального музея МВД. А два десятка лет назад, будучи корреспондентом криминальной хроники, она первой из журналистов взяла интервью у легендарного фальшивоманитчика номер один. Я встретил человек статный, высокий, в светлом плаще, в лучших европейских традициях, с огромным букетом роз в руке. И произвел на меня, конечно, неизгладимое впечатление своей культурой, своим интеллектом, умением говорить. Ставропольский паренек Витя Баранов был прирожденным изобретателем. Он пытался внедрить свои проекты, но везде получал отказ. На изготовление подделок Виктор решился лишь для того, чтобы воплотить в жизнь свою мечту. А на это требовалось ровно 30 тысяч рублей. Заработать такие деньги честно? Простой водитель крайкома КПСС 70-е годы не смог бы никогда. Мне не хотелось менять деньги, но у меня стояли передо мной. Я сам себе поставил задачу создать изобретения свои. Я хотел разработать автомобиль на одном колесе, одноколесный автомобиль. Была мысль смешать, значит, целлюлозу натуральную с искусственной. Я пришел к инженеру на винзавод, он посмотрел на меня, говорит, тебе нужно, а мне нет, иди. И он пошел делать деньги. Вместо жидкости для промышленного отмывания картошки и эргономичных ящиков для бутылок в неприметной сыроюшке города Ставрополя в 1976 году возникли печатный станок и бутыли с самодельной краской. Впервые с подделками, которые были изготовлены Виктором Барановым, столкнулись с хранилищем ветких денег. При просветке в ультрафиолете они голубое свечение, поэтому когда начали исследовать, то уже было установлено, что они поддельные. Когда эти сведения поступили из Госбанка в Госзнак, специалисты, измерив все параметры фальшивых денег, забили тревогу. Эти преступные деяния с целью подрыва экономики счастливой страны Советов производят ЦРУ или какой-то другой противоборствующий лагерь. Никто не мог подозревать, что один человек совершает такую серьезную операцию по подрыву экономики. Как ни парадоксально, Баранова подвела излишняя старательность. Он очень тщательно готовил свою партию фальшивых денег, изучал много специализированной литературы. Но в Ставрополе нужных изданий по полиграфии найти не удалось, и изобретатель поехал в Москву. Как раз мы и вышли на библиотеку имени Ленина, что там бралось книги от Баранова. Проштудировав сотни книг, Виктор Баранов приступил к изготовлению 100-рублевых и 50-рублевых купюр. Позднее эти искусные подделки буквально шокировали начальника 17-го отдела управления госзнака СССР Тимофеева. Фальшивомонетчик сработал аккуратнее отлаженной машины. На советской сотенной купюре одним из водяных знаков был профиль Ленина. Если воспользоваться микроскопом, можно рассмотреть. Ресничка у Ильича находится в микроне от глаза. Но иногда на купюрах госзнака попадался брак. Ресничка залипала. У Баранова такого брака не было. Правда, вождя, который изображен, был на 50-рублевых купюрах, он омолодил на 20 лет. Но ни в банке, ни, так сказать, потребители его продукции этого не заметили. Когда я сделал 50 рублей, у меня первая мысль была отправить эти деньги в милицию. Еще до суда личность Виктора Баранова обросла мифами и легендами. Рассказывали, что над рецептом пропитки для бумаги с водяными знаками он бился целых 4 года. Однажды, отчаившись, изобретатель плюнул на лист и лег спать. А когда проснулся, увидел профиль Ленина на бумаге. И его осенило. В растворе просто не хватало белка. Сначала Баранов изготовил 50- и 100-рублевые купюры, а потом перешел на четвертаки. Впоследствии его так и прозвали Король Четвертаков. 25-рублевая советская купюра в СССР имела больше всего степеней защиты. Считалось, что создать ее кустарным способом невозможно. Историк Альфия Алькинская неоднократно спрашивала Виктора Баранова, зачем он взялся за их производство. Он сказал так, что если бы я знал, что значительно сложнее для производства были бы 1-рублевые купюры, я бы стала изготавливать их. Для него это была определенная вершина. 12 апреля 1977 года. Черкесск. Продавец зелени на рынке заподозрил в протянутой ему покупателям 25-рублевке фальшивку. Виктор Баранов, а он и был тем самым покупателем, вместо того, чтобы скрыться, остался спокойно дожидаться наряда. К нему подошли, он сразу, как говорится, вот все вот рассказал. Перед нем было 77 штук больших, соскупировал, и он сразу вот признался. Сначала интеллигентному на вид человеку милиционеры не поверили. Но когда в сарае с протекавшей крышей обнаружилась настоящая фабрика по производству денег, руководству полетели молнии с докладами. Печатный станок, типографские заготовки, пластины, красители и клише изъяли. А фальшива монетчика отправили в камеру. Туда ему принесли стопку бумаги и ручку. По просьбе Щелокова Виктор Баранов подготовил некие рекомендации, какие места у поддельных отечественных купюр наиболее слабыми являются, на его взгляд. С этого момента началось сотрудничество гениального фальшива монетчика со следствием. Виктор Баранов практически предсказывал, какие шаги могут предпринять его последователи, оставшиеся на свободе. Например, он предупредил милицию, что в ближайшее время рынок наводнят поддельные пятирублевки. А здесь, говорят, один цвет. Вот, поэтому их легко сделать. И точно через примерно лет 5-6 раз пошли пятирублевые купюры. На следственных экспериментах Виктор Баранов почти с гордостью демонстрировал свою мастерскую. Рассказывал и наглядно показывал, как ему удалось произвести на свет столь удачные подделки. Естественно, этой информацией живо заинтересовались на госзнаке. Он изобрел в какой-то мере уникальные травители и даже как бы поговаривали, что его потом приняли на госзнаке. Ну, конечно, это не так. Мы должны знать, какие способы они используют для имитации, чтобы найти следующее поколение защитных признаков. Мы это изучаем. И это делаем не только мы, это делают все банки. Виктор Баранов был искренне уверен, его труд не пропадет даром и очень надеялся на снисхождение. Потом, после суда, он сам горько пошутил. 12 лет готовил фальшивки, к 12 годам заключения приговорили. Говорят, в тюрьме Баранову даже не дали кличку. Все 12 лет к нему и зэки, и конвоиры обращались по имени-отчеству. Виктор Иванович. Некоторые рассказывали, что на зоне Баранов не прекратил тиражировать подделки. И однажды заключенный передал конвоиру 50-рублевую купюру и попросил приобрести бутылку водки. Через неделю Баранова срочно доставили к следователю. И следователь, сидя напротив него, сказал, дурак ты, Баранов, что решил себе срок добавить. Ну и тогда Виктор Иванович, без некоторой фамильярности, сказал следователь, это не я дурак, а вы невнимательны. Посмотрите, что там написано. И тогда следователь, к своему удивлению, прочитал, данная купюра действует только на территории колонии номер один. А вот эта история получила свое продолжение уже среди современных фальшивомонетчиков. На настоящих долларах всегда есть надпись «The United States of America». На купюрах, изъятых в 1998 году в Ереване, значилось «The United States of Armenia». Еще одна партия подделок в несколько десятков тысяч долларов была помечена надписью, которую оперативники смогли прочитать только с помощью лупы. Сувенир «Цена договорная». Означает ли это, что всем нам стоит внимательно разглядывать деньги при расчете в магазине? А что, если бумажные деньги и вовсе отжили свое? История с фальшивыми пятитысячными заставила обеспокоиться Банк России. Это ведь только что выпущенная новая банкнота, которую считалось подделать практически невозможно. На этой банкноте, на защитной нитке, которая на лицевой части банкноты слева видна, введен такой специальный динамический защитный эффект, защитный признак. В виде цифр 5000 они складываются. Так вот, если покачивать банкноту, эти цифры начинают перемещаться. Российские специалисты обнадеживают. Россия не на первом месте по производству фальшивок. На втором, после Канады. В ее обороте 100 поддельных купюр на миллион. А в нашей стране всего 15. Сейчас власти Канады уже рассматривают вариант перехода с бумажных денег на полимерные. Как уберечься от подделок навсегда, придумали еще 5 лет назад власти Австралии. С 2008 года австралийский доллар стал полимерным. Подделать такую банкноту без специального оборудования просто невозможно. К тому же такие деньги почти не пачкаются и даже не боятся стиральной машины. И все же не зря ремесло фальшивомонетчиков называют пятой древнейшей профессией. Не исключено, что преступники изобретут способ подделать и такие деньги. Продолжение следует...